Здравствуйте, уважаемый Владыка! Добрый день! И позвольте сразу вас поздравить. В эти октябрьские дни, можно так сказать, современная Белорусская Православная Церковь отмечает, наверное, день рождения и даже такую серьезную дату 35 лет образования белорусского экзархата. Давайте сразу вернемся вот туда, в те времена, когда это все начиналось. Как это все было? Предпосылки, чье решение? И насколько это было тогда важно и актуально? Прежде всего, хотелось бы сказать, что это общий, наверное, такой праздник или знаковая дата для всей Белоруссии, белорусского народа. И скажем, что 35 лет образования белорусского экзархата, но история существования православия на белорусских землях, она гораздо более древняя и насчитывает уже более 1030 лет. Если же обращаться непосредственно к истории создания белорусского экзархата, надо вспомнить, как в 1989 году, еще только прошел год после празднования тысячелетия крещения Руси, период так называемой перестройки, многое изменялось в жизни Советского Союза, и при этом обратили внимание на необходимость именно развития духовной составляющей общества. Ведь многие храмы, монастыри были закрыты, а для людей вполне естественно было прийти в храм или в монастырь помолиться. Даже обращаясь к истории города Минска, когда в 1980 году проходили соревнования в рамках Олимпиады, часть приехавших болельщиков и спортсменов высказывала пожелание посетить храм, поставить свечу, помолиться. Для Советского Союза это было необычно. И когда возник вопрос, а как быть спортсменом католической веры, нет ни одного католического храма, костела, а два только православных на весь Минск. И было видно, что что-то не так. И вот думается, что на этой волне и многих других моментах было принято решение, чтобы прошло празднование тысячелетия крещения Руси, чтобы больше духовной составляющей входило в жизнь общества. В 1989 году прошел Архиерейский собор в Москве, который решал различные вопросы. И в соответствии с решениями, которые были приняты Архиерейским собором, 16 октября 1989 года прошло очередное заседание Синода Русской Православной Церкви, на котором и было принято историческое решение для Беларуси о создании белорусского экзархата. Было определено, что четыре епархии составят экзархат. Это Минская, Полоцкая, Могилевская и Пинская. Во главе экзархата был поставлен преснопамятный митрополит Филарет. Он имел тогда титул «Митрополит Минский и Гродненский, патриарший экзарх Белоруссии». Это был ответ на запрос времени, на потребность людей. И вспоминается, когда в скорости после вот этого исторически важного момента люди шли в храм, Минский кафедральный собор в частности, и между собой переговаривались. Вот приедет владыка Филарет на обослужение, а вы знаете, он теперь уже экзарх. А что такое экзарх? А что дальше будет? А как это будет развиваться? И чувствовалось, что это идет в развитии церковной жизни, это идет во благо нашего народа. И впоследствии мы увидели, как это дало всплеск развитию духовной составляющей в нашем народе. Очень стремительно начались строиться новые храмы, возвращаться бывшие здания церковные или храмы, открываться монастыри. И духовность стала наполнять жизнь нашего общества. Но вот сегодня можно сказать, что православная церковь, она сосотрудничает с государством. Хотя раньше звучало, что церковь существует сама по себе. Да, отделена. Вот эти все 35 лет, они так вот рука об руку и шли? Развивалось это сотрудничество? Это процесс постепенный, не сразу. Не сразу находилось понимание, что церковь может помочь государству во многих вопросах. и по линии социального служения, и воспитания молодежи, и помощи людям, которые находятся в местах лишения свободы, и нашим военнослужащим. Ведь каждое действие, когда оно имеет духовную мотивацию, опору на духовные традиции своего народа, оно приносит лучший результат. Оно даёт вдохновение человеку. Но переход ведь от атеистического общества и к обществу, которое опирается на духовное наследие предыдущих поколений и возрождает то, что было забыто и искусственно закрывалось в течение десятилетий. Конечно, это непростой период, но благо, что руководил этим процессом со стороны церкви преснопамятный митрополит Филарет, и он своей такой открытостью, любовью, доброжелательностью, он располагал сердца людей, которые в государстве принимали важные ответственные решения, и благодаря этому открывались новые возможности для взаимодействия церкви и государства. И уже в последние годы можно сказать, что процесс достиг определенного уровня, нужно только совершенствовать те формы, которые сложились до нынешнего времени, и смотреть, чтобы работа осуществлялась на результат. Владыка, белорусский православный экзерхат канонически – это часть общей русской православной церкви, но все же это также независимое образование, которое реализует, осуществляет интересы белорусского народа, православных, белорусских верующих. Вот в чем заключается такая вот белорусскость наша? Что мы привносим в общую православную семью? То есть это, допустим, и собор каких-то белорусских православных святых людей, которых канонизируют, имена открывают. Это звучание белорусского языка в богослужении. В чем еще такая белорусская самобытность? – Думается, что надо прежде всего сказать, что и создание белорусского экзерхата, оно имело целью, чтобы дать больше самостоятельности на территории Беларуси, церкви развиваться самостоятельно с учетом нюансов, особенностей Беларуси. Ведь даже если посмотреть западную и восточную Беларусь, то есть, ведь разные подходы должны быть по линии церковной. Если посмотреть юг и север нашей страны, тоже есть различия. Полесье, вот этот самобытный край, граничащий с Украиной, ведь там совершенно другие подходы должны быть по сравнению с тем, что на севере нашей страны, столица, Минск, тоже требует своего подхода интеллигенция, культурная составляющая и научная, вот центр. Все это требует своего подхода, и, конечно, лучше эти процессы и правильно ими руководить изнутри. Поэтому и создавалась данная структура, которая самостоятельно в своих решениях. Синод принимает свои решения и кадровые, и различные, касающиеся системы управления, развития каких-то инициатив, исходя из того, что лучше нам подходит для белорусских зархатов. А вот та белорусскость, то есть язык звучит у нас в храмах, у нас есть свои белорусские святые, может быть, вот эту вот тему. Надо сказать, что по запросам прихожан, там, где есть востребованность, мы совершаем богослужение на белорусской мове, проповеди в таком случае также говорятся. Также мы составляем службы для белорусских святых, потому что, ну, кто, как не мы, жители Белоруссии, священнослужители и миряне, составим им чин богослужебный. Как совершать им богослужения, читать акафисты? Вот эта работа ведется. Собираем и дополняем жития нашей белорусской святых, стараемся сделать их доступными для мирян, для подрастающих поколений, чтобы мы знали, как жили лучшие люди нашей земли предыдущие века, что они ставили во главу угла, за что даже порой жизни своей не жалели. И это наше духовное наследие, которое мы должны знать, понимать и пользоваться в нашей повседневной жизни, передавать последующим поколениям. Вы говорили, что начиналось с четырех епархий, там вот все это было изначально, как любое начало, непростым, да? А что сегодня представляет собой вот церковь, белорусский экзерхат, белорусская православная церковь, и по структуре своей, и вообще по какой-то такой атмосфере общей, на каком этапе мы находимся? — Если говорить о статистике, то сейчас у нас 15 епархий белорусской православной церкви, 36 монастырей. При этом хотелось бы оценивать развитие экзерхата не только цифрами, а тем, насколько современный белорус ориентируется на духовное наследие нашего народа, на те евангельские истины, которые определяли на протяжении веков поступки каждого человека. И в устроении личной жизни, в устроении семейной жизни, и поведения в обществе, на работе и так далее. Думается, что развитие церковной жизни на уровне епархий осуществилось. И сейчас очень важно, чтобы на уровне районных центров работа приобрела большую глубину по различным направлениям взаимодействия с государственными структурами. При этом, конечно, мы ставим цель, чтобы те вечно неприходящие истины, которые нам дарованы верой, они помогали находить ответы на вопросы современности. Благодарю Вас за беседу. Церкви, процветание и усиление укрепления нашей веры как такой духовной составляющей основы нашего общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова